Да любую! О! Нету Нужно первым звонить, я так понял Жалко, конечно Опять не видно Ну просто не видно, да и всё Утренняя совместная молитва тебя зовут Утренняя совместная молитва тебя зовут Спасибо Если я заполнись Если есть ничего Там видео было А Сергея нет Что-то можешь сделать, нет? А что? Ну я не знаю, чтоб видно было Нас-то не видно Не горит это Перезагружено, всё Это очень важно, потому что Где поклоны делать, люди чтобы видели Ну и всё, не трогать больше Для меня это важно Для меня это важно Нету Кажется, есть Слава Богу, можно просто Даниться с нами Чего, Волтар? Уличать? Ну, пока снять можно Слава Богу Не уверен Не уверен хотя бы Ну ладно, оторви Нет, нет, нет У вас там закончилось А? У вас на пять минут записи всего Да ну ничего там Пускай пять минут Такая шопит Тебя-то была Ну смотри, молись тебе Какая разница Сегодня Воскресенье Утро Зимных поклонов Всего только три Если видно вам Приглядывайте где Повторяю, что По уставу Где-то положено Крестное знамение Сделать Но поклона не делается Есть одна молитва Когда крестное знамение делается А потом молитва просчитывается А в конце поклон Это верую Когда считается Верую Люди сегодня ничего не знают Если кто близко к Москве Живет Можете съездить Храм Никола На Берсеневке Около храма Христа Спасителя На этой стороне канала Там метров 250 Не больше У него точно по уставу По уставу Который был принят Князем Владимиром По старому До этого-то долбили А сейчас Митрополит Иларион Алфеев Полностью И шапку надел Старообрядческую А что старообрядческая Ну то что было принято Что Сергей Радонежский Болился Это них он все Исковеркал Как говорится Искуростал Сегодня люди приходят Не знают где Кланяются И одновременно крестятся Крест еще даже не построил Уже ломает его Надо точно Руку Пальцы положить на лоб На шрево Где пуп Так чтобы давнее Чтобы тело чувствовало Право И лево Перпендикулярно Должна быть Не куда-то руку Под мышку совать То есть С напряжением Молятся А если ты сам Своей молитвы не слышал Как тебя Бог Услышит Ну об этом говорится Даже Рассказывает Видение было Другой видит Человек молится И рукой Как будто пуговки чистит А на левом плече Сидит Бесенок Ноги свесил Ну когда ему Подсказали Он правильно Перекрестился А руку только донес До него Сразу опрокинулся И больше нету Если бы это было маловажно Зачем бы об этом говорили Святые отцы Притом Не такие Что которые у нас Как Игнатий Бринчанинов А реальное такое Известие о нем А именно Иоанн Златоуст Небрежному Маханию Руки Бесы Радуются То есть хлопают в ладоши Это наш человек И таких наших 99% в храме Вообще не знают Как подрекреститься Где кто Кланялись одновременно все Это знают даже люди Неправославные Посмотрите как молятся Мусульмане Пример Как поклонились Сколько 100 тысяч одновременно И замерли все Смотришь Как будто бы В ряд Выстроены где Ну и так понятно Перед Богом Одновременно Если один говорит Одну молитву Другой другую Что будет Златоуст говорит Если идешь в храм То что там Там Люди Совершается жертва Бескровная Молитва Всех вместе Ангелы присутствуют То есть Конечно в храме Молитва Легче доходит до Бога А что еще легче Не легче Конечно Есть препятствия В молитвах В исповеди Молитвы Препятствия Кто читал Такая книга была Отец Арсений Выпущенная Отец Арсений И там Он исповедует Там Садикова Какого Исповедь не идет Не Не идет А сегодня Они этого даже и не знают Идет не идет Что такое Не идет То есть Застревает Вот меня спрашивают Ну вот молитесь Сейчас Как обо мне молитвы Бывает так Человек верующий молится Молитва не идет Ты узнай сам себя Молишься Как ты Молитва доходит Не доходит Бог отвечает Не отвечает Это верующий Должен знать Ему Бог Положит на сердце Не люди А вот о таком сказали А он Ну Пьет Мать подходит И как Я говорю Я сам не знаю Почему я знаю Что он действительно пьет Но молитва идет легко за него Почему Не знаю Проходит несколько дней Он кается Это Бог Открывает И поэтому По внешнему Судить Невозможно Человек что-то где-то делает Вот Иоанн Кронштадтский Ну По сегодняшнему Богатый автомобиль Там БМВЛ Я не разбираюсь вообще А у него рысаки были Кони Ну и некоторые начали там Подкусывать его Он говорит Да почему я езжу-то Чтобы быстрее приехать к людям За вами Попами окаянными Поспевать Вы ничего не делаете А мне надо успеть Там человек Погибает или что-то Он думал быть миссионером Поехать в Китай А когда по трущобам Петербурга-то Прошел Какая миссия Да у нас тут Хуже язычников Живут-то И главное Ударил не милостыню подать А строить Предприятие для них Бомжей собрать Пристроить Чтобы он Своими руками питался Вот какой подход Надо иметь-то А не то Что богатый Кинул в один раз Подачку Да еще как С любовью Не с любовью Или провалиться Если бы не кричал И вот все это решает молитва Стоя на молитву написано Не искушай Бога То есть Проси, зная, о чем просишь В молитве будь постоянен Не пристанно молитесь Непрерывно А даже нету Один, два, три, десять, сто Не имеет значения Ну представь Люди ставят законы Если она Вышла замуж И рожает одних дочерей Уже пятый ребенок дочери Имеет право развестись У народа такие есть законы Почему? Стране солдаты нужны А если семь лет бесплодная Имеет право развестись И как будто не был женатый У Бога не так У Исаака У Ревекки нет детей Он молится Ну нет Проходит два года Три, пять, пятнадцать, девятнадцать Нету Продолжает молиться На двадцатый год забеременела Двойня Спроси врачей Как это может быть? Что? Одно и то же Семя, одна утроба Молитва Бог испытывает И вот мы становимся На молитву А что? Каждый день одно и то же А ты каждый день с людьми идешь Здороваешься Зачем? Вчера на работе работали Утром идешь Руку подаешь Здорово Ну вот и все Это напоминание нам Не Богу молитва-то нужна А нам Показать верность Богу А зачем древо В раю росло Познание там Добра и зла Нам это нужно Доказать верность свою А зачем дьявол? Это нам нужно Златоуз говорит Чтобы победу одерживать Показать верность Христу Вот для чего это нужно Слово молиться Молитва Во всей Библии встречается 413 раз Себе где-то зарубите Маленько Это больше чем один раз на день 365 дней А это 413 раз Напоминается молитв Так я не беру еще слова такие Которые Возвал Вопросил Это еще больше набирается То есть минимум два раза на каждый день В Библии говорится о том Чтобы мы обращались к Богу И обращались Зная Что он слышит Препятствие только Один грех Когда В человеке кипит ненависть Или на него Имеет что-то А ты в этом виноват Попросить прощения Она на все имеют Ну не подружая Просить прощения У язычника Который Не может смотреть Верующие Богомолы Ребятишек Преследует У него еще Просить прощения Павел Никогда апостолу язычников Не просил Брат твой Твой брат Ты где-то Что-то Обидел его Или что-то Положи молитву А теперь легко Мобильник в руки позвонил Брат прости Такое дело было Ну а если ты знаешь Что он везде Абсолютно непримиримый То неудивительно Что он и тебя Не может простить Он и не молится Ему и храм не нужен Так для виду придет Чтобы совсем не отлучили Вот мы сегодня Воскресный день На молитве Не читаем Псалтырь Потому что в храм идем сразу Не читаем Молитвы Какие обычно Но сто поклонов обязательно И спрашивают Вот Какие в конце говорите Молитвы Ну молитвы Какие Какие на сердце есть Ну Сейчас увидите Запомните И на это Тормозите А потом постепенно Там всего несколько Перепишите Я же не знаю О чем речь именно Вопрос-то даже о чем И мы Начал Воскресенье Только можем сделать Внимательно смотрите Хорошо сегодня все-таки Включилось Боже Боже Будь мне Аминь Господи Господи Помилуй Весчиславец Грешил Господи Прости 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 Он говорит Люди Люди радуются Что половина Поста Прошла Он говорит Радуйся Если половина Грехов Ушла Ну Знаешь За собой Какой Бывают люди Замещание сделать нельзя Он обязательно Как говорится Крыса в капкане И такое слово Воскресился А почему Потому что Не начат путь еще Своё Я в тебе горит А маленькое замечание На работе Там что-то не так сделал Ну совсем незначительно Мгновенно Что-то отвечать надо Своё Я надо В первую очередь Отвергнуться Христос говорит Если кто следует за мной Не отвергся Себя не взял крест Он меня Бесполезно все это С твоё Я А из чего оно состоит Так вот ты и реши Теперь Возьми бумагу Вот сейчас помолимся После молитвы Мы еще записывать События дня будем И посмотри Из чего ты состоишь Человек Из чего-то состоит Это не внешне Если ты разбираешь Кошку Собаку Понятно Она из чего состоит Лапы Когти Шерсть Мышей ловит Облаивает Человек Это другое назначение Прославить Творца Отцы Доверься Богу А где Про крестное знамение Написано в Библии Нигде не написано Но собаке Покажи палку Если ее били Она хвост поджала Мы изображаем крест Которым разбит Сатана В голову его поразил Наш Господь Христос И он как огня Боится крестного знамения Но соверши его Крепко Четко Чтобы ты сам понимал Это защита твоя Я рассказываю Беседую с сектантами Я говорю Ну вы когда-то Бывает во сне Чтобы увидели Демона Дьявола Да бывает Я говорю Как отбиваетесь Ну я начинаю То другое Я говорю А потом Перекрестился И он сразу исчез Я говорю Да ты во сне даже крестишься то Душа просится к Богу Перекрестился Он исчез А сектанты Они крестного знамения Как Говорят Черт Ладана Боятся К нам одни ходили Их два регента Ну на занятия И одна сестра Их сестра там Ну и Они перед тем как петь Я попутно рассказать Чтобы молиться Знать о чем Вот А там разговаривают Где которые Харисты поют А Реген Здесь стоит Разговаривает И помолиться не дают И он оттуда показывает Всем Молиться будем Они не поймут Тогда он взял и перекрестился Что молиться будем то За одно крестное знамение Его из Регена там сразу выбросили Вот оно ничего не Ничего не значит Бог не требует Служения рук человеческих Требует А зачем мы Подставляли руку Советская атака Фашисты вперед Зачем Рукой выражается Внутренний настрой И отлучили сразу Я могу назвать Город Барнаул Андрей Мецкер Он только сказал Что замолчите Там который одевается Тихо Чего Он показывает Руки сложили Они так и не поняли Он тогда взял Перекрестился А поняли Молиться вы там будете В хору Чтобы сейчас петь будете Мы православие Вооруженные святыми Отцами Василий Валикий говорит Не написано крестном знамени Но предание нам сохранило его С первого века Сектанты Как огня боятся Вот заметьте Никто из них Сектанты Разные Разные Уже говорят 21 тысяча названий только Все до одного Крестное знамение отвергли Иконы отвергли Значит Что то они значат Все остальное они там плутуют Как угодно Похожие очень есть Близкое Одинаково падают Харизматы Бешеные делаются Сумасшедшие Это все есть Крестное знамение Соверши Почему они обеснуются Крестного знамени нет И веры нету За молитвы святых Отец наши Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Аминь Царю Небесный Утешителю души истинные И живи с Десы И вся исполняя Сокровища Благих И жизни Подателю Приди и вселись Овны И очисти От всякие скверные Спаси блажи Души наши Святые Божие Святые Крепкие Святые Бессмертные Помилуй нас Святые Божие Святые Крепкие Святые Бессмертные Помилуй нас Святые Божие Святые Крепкие Святые Бессмертные Помилуй нас Слава Отцу и Сыну И Святому Духу И ныне и приискну и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесах, да светится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. Аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь, же ангельскую песнь, вопиемте сильной, Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возлил мне си Господь умой, просвети и сердце с ним, и отверзивая, и же петьте, Святая Троица, Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приедет, ика и горжа деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи, Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне герает Твоя благость и долготерпение. Не прогнелся на меня лениво и грешно, не погубил меня со беззаконием моими. Но человек олюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащего воздвигал меня и си. Мои же утренники, славослой эти державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, получайте со славистем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему. Приидите, поклонимся и приподнем. К самому Господу, Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Здесь у нас считается в обычные дни псалтырное чтение, одна шестидесятая часть псалтыри, слава называется, а потом утренняя молитва, а одна молитва Господу нашему Иисусу Христу, ангелу-хранителю, и пренепорочной Деве Марии Богородице. На русском языке. Псалтырь на русском языке. И молитва на русском языке. Они переведенные уже. Ну а далее все так же, как и сегодня. С небольшими там изменениями, что воскресный день. Вот сейчас мы будем, еще раз говорю, вот четкий называется, у старообрядцев Лестовка, по десять. Десять. Тут маленькие бабышки разницы. Первое. Господу Иисусу Христу, Богородице, ангелу-хранителю, Иоанну-крестителю, Святитель Христов Никола, Святые Пророки, Святые Небесные Силы, Апостолы, Евангелисты, это в одну десятку уходит, Мученики, Мученицы, Святые Отцы, Жены и Девы. Все. И вот семикратно в день, вот что сейчас считали, это называется Трисвятое. Царю Небесный, Сочи наш. Ни утренней молитвы ты к ним вставляешь. Это Трисвятое. И сто поклонов. Если ты имеешь возможность, то в день нужно молиться. Ну не считай утренней и вечерней молитвы, это отдельно. Ночные суда тоже обходят. Чтобы не меньше семи раз. А почему? Псалом 118, стих 164. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Прославляю тебя не за то, что у меня все хорошо, как мне нравится, на работу устроили, дети не болеют. За суды. За суды. А суд Божий, это бывает и болезнь. Суды Божьи. Бог так судил. То есть за все. За Майдан Бога славь. За то, что то-то было. И война была. За все славь Бога. Бог знает, что нам подать. И за потоп, и за Содом. Потому что сегодня спрашивают в Америке, опрос прошел, я недавно прочитал, почти 60% молодежи за то, чтобы мужеложество просветало. Мужеложество? Содомский грех. То есть Америка готова к сожжению. Отсюда вывод только один. Это вот идут гей-парады. В мусульманских странах почему-то не идут, но как-то их узнают. И показывают там. Двоих поймали. Поймали, подняли там девятиэтажный дом, видимо, связали руки-ноги, оттуда сбросили. Почему именно сбросить? Ну, тоже не пишут, не знаю. Но главное, то, что ни одного нету. Два миллиарда человек, мусульмане, и ни одного садомита нету. Но они делают так, как написано, только не сжигают. Бог их сжигает. И поэтому, когда сегодня настаивают на этом специально, и там какой-то в Дании пресс-митер, протестантское там учение-то, и он назвал их садомиты, его сразу арестовали и оштрафовали. То есть все направлено на то, чтобы земли приготовить к огню. Везде гей-парады, они идут там, что вытворяют. И смотрите, у нас президент не пошел на это, у нас и так рождаемости, говорит, мало. Значит, усилить молитву о президенте. А на Украине там все это разрешили. И вскоре за этими гей-парадами вот этот Майдан и пошел. Тут все, и горело, и горело, там эти шины жгли. Где они? В Киеве? Ну, что там было, там мы знаем. Это все увязывается именно с этим. А не за это ли? Не знаю, но очень похоже. Раньше не было, а тут вышли эти исчадия ада. И все это ушло на дно, сгорело, и мертвое море. Там на дне мертвого моря где-то есть. Это надо все помнить. Семикратно в день мы сейчас помолимся. Услышите, как мы молимся. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Вот левое плечо, левая сторона. Левая это та сторона, где будут стоять грешники. Скажет, отойдите по левую сторону. Левая это не наша, правая. И что интересно, коммунистические партии везде называются левыми. Левая и все. И когда мы молимся, Господи, Иисусе Христе на чрево, Сыне Божий, а левая рука, на левое плечо, помилуй меня грешеным, чтобы не оказаться на левой стороне. Также, почему одновременно кланяться, люди знают, при произнесении каких слов, куда персты положить. Святые Божии, к Отцу Небесному, Святые Крепкий, Сын, Святые Бессмертный, Дух Святой, помилуй меня, на левое плечо. Помилуй, это значит, как бы не оказаться там, на той стороне. Это все запомни и другим расскажи. Мы молимся, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, слава Тебе наш Бог и Его во вовочи, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна, слава Его, аллилуйя, слава Выше Богу на земле, мир в человеках, благоволение, аллилуйя, Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, аллилуйя, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный, ибо нет иного Бога, кроме Тебя, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Господи, сохрани наши сокровища и книги в пути и здесь. Аллилуйя, Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой Ангел, сколько лет Ты хранил душу мою, от видимых и невидимых опасностей спасал. Я огорчал Тебя, прости меня. Прошу Тебя, мой Ангел, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди душу мою в вечное Царство Христа Бога нашего навеки. Аллилуйя, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ян Креститель, Претеща Христов, моли Бога о нас. Но учи нас, Господи, жите и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать и не завидовать никому. И каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец. Образ крутости, воздержания, добрый архипастырь. Моли Бога о нас. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спаси, Господи, помилуй. Метрополита Илариона, Отца нашего Духовного, Епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священный Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея. Владимира, Максима, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Паства и Геодора, и весь священнический и иноческий чин. И высшие истинные служители, Господи, миссионерах, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающих священника, если угодно, воле Твоей и святой. Смири власти воинства их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Дабы знали они, что над ними есть Ты, Царь царствующих, и Господь господствующих, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. Господи, помоги всем беженцам, откройся им, дабы они уповали на Тебя. Ты наше прибежище защиты. Аллилуйя. Молите Бога на святые пророки Божии. Пророк Илья, Елисея, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок и пророк, Михея, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, за сию ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, молиться в опиях Тебе. Помоги нам обнаружить, умножить наши таланты, дарованные Тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. Аллилуйя. Господи Боже наш, слава Тебе. Боже всемогущий, хвала Тебе. Возри на врагов, потуши их гнев. Закрой лживые уста. И в судный день не помяни их безумие. Ибо они не знают, что худо творят. И примири их с нами. Воздай благодетелям нашим добром. Елену, Евгению, Евгению, Наталью, Максиму, Владимиру. Благослови. По себе болящим. Укрепи на одре болезни лежащих. Пошли мы селение. Сергею, Алексею, Алексею, Александру, Александру, Валентину, Акерину, Александру, Игорь, Тамару, Марию. И нас помилуй, милости Твоей ради. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни. За ласку друзей и ненависть врагов. За все Тебе слава. Ибо все свое время будет на пользу. Хвала Тебе. Ты сроднил нас кровью Твоей причистую. Ты каждому сказал, следуй за Мною через святую Голгофу. Хвала Тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Святые ангелы и архангелы, Херувимы и Серафимы, все небесные силы, престолу Божию и предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, да даруй Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей Стартилат и Иерон, мученик, Климент Ремский, Климент Анкирский, Анфимник, Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николас и тое царское семейство, Владимир, Венемин и Иосиф, Борис и Глеб. Дабы никто не принял начертания зверя. Анфиму, Венемину, дару веру. Устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Влатоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий. Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов Почаевский, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Товольский, Ан Кронштадтский, Ан Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Святые жены и девы, молите Бога о нас. Фёкла, первомученица, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер, София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, Целомудрия и стыдливой женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания, И исправь непокоривость, Галина, семейство Евгения, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Марины, Юлию, Елену и Людмилу, Галины и Анны. Избавь от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Аллилуйя! И сохрани наше сокровище, сайт и форумы, что есть на пользу людям, дабы многие познали истину. Трудящийся Игорь, Юлию, Дмитрию, Виктору, Гавриилу, Ольгу, Сергея, Василия, Аллилуйя! Путешествующих, Раису, Льва, Отступников, Николая, Михаила и всех, Ты их знаешь, Господи. Не дай им погибнуть в ожесточении сердца. Помоги нам с радостью пройти Великий пост и встретить Пасху Христову. Мы нуждаемся в Твоей помощи постоянно. Будь милостив, Господи, и побуди всех на благовестие, чтобы жить по святым заповедям Твоим, Христе, Боже наш. И все наше родство найти, найди. И дайки Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Нину, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Обрати враждующих против истины Германа. Я могу называть даже помилей Германа, это Стерлигов, Александр, это не Взоров. Лютуют люди против истины, объявляют полностью еретическую всю церковь. Ни одного спасенного нет. И все лукавят, хитрят и обманывают людей. Благослови болящего. Максима, Юлию, гоним их. И детей в Сирии, Господи, благослови. Укрепи, дабы никто не отрекся от Тебя. И откроем двери рая. Прими их в обители вечные. Аллилуйя! Прими нашу молитву, Господи, воздяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящих и Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву, Владыка, о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь! Ко всем! Доброе утро! Мы сейчас отключимся, а потом, я не знаю, почему Сергея это сегодня не видать даже. То ли его нету. Кто все это организовывает, его я не вижу сегодня. Почему? Что-то случилось или что? А кто собрал-то до нас тут? Тоже непонятно. Вот, мы сейчас записывать будем события дня. Ну, а там вопросы и ответы. Мы сейчас идем из папки старое обрядчество. Прошли Христос, суды, что на буквой С было. Вот, и так по порядку пойдем. Мы начинали сначала с буквой А, а сейчас решили с обратной стороны пойти. Какие события, как их рассматривать. По слову Божию все. И молитва это связь с Богом. Но сама по себе молитва-то ничего не значит. Молитва только открывает двери благодати Божией. Если ты поблагодарил Бога, то Господь слышит и благословляет. Ну, простое дело. Человек пришел, говорит, в церковь, а его обокрали там. У меня одна бабушка говорит, разрезали сумку-то, а там у меня бетон стоит, он ей, ну, бетончик такой. А в нем деньги были, так он не мог прорезать-то. Видишь, она бабка-то умная какая, положила, сумку-то он попортил. А у другой прямо разрезан. У меня приходит жена, карман разрезанный. В церкви. Если ты начнешь роптать, да какая это церковь, тут одни жулики собрались. Сатана ликует. Он этого именно и хотел. Все, человек в церковь не пойдет. А если ты скажешь, Господи, благодарю тебя, ты меня нигде не оставляешь, ты испытываешь меня, да и я сам небрежный такой. Ну, мог бы как-то положить во внутренний карман. Зачем нарушить-то? Нарушить тебе не принадлежит-то. Сатана как ужаленный отскочит. Он этого не ожидал. А ему зачем это? Чтобы его постромили несколько раз. Вот как надо рассуждать. Говорит это Иоанн Златоуст. Иногда он такие толкования дает. Никогда не додумаешься. Вот, допустим, я проезжаю по всему миру, проповедую, благовествую, и никто не обратился. Второй раз поехали. Много людей обратилось. Когда будет больше награда? Тогда, когда никто не обратился, Златоуст говорит, почему? Так Бог дает за труды. А что обратились от тебя, это не зависело. Бог открыл их сердца. И поэтому часть награды ты получил здесь. Тебе радостно было, что новые друзья появились с Украины и отовсюду. Правильно. Ну, а Бог-то дает за труды. Или человек чудо творит. Помолился, и там гора сбилась. А награды, говорит, никакой нет. Ты гору не двигал. А вот если ты молился, ты просил, плакал, и никакого не было ответа, вот тут самая большая тебе награда будет, лишь бы ты правильно делал. Видите, какие рассуждения-то все. Разве человек... Кто это узнает? Я вот беседую с сектантами. Вот сегодня ночью я выставил ролик, как беседовать с сектантами, чтобы доказать, что они еретики. Что они наследники Дафана, Вероны и Кореи. На меня вышел Сергей парализованный. И эту тему поднял. Много сектантов, говорят, и никто ничего не слушает. Страшно ненавидит православных. Это у них такая вера. Ты не думаешь, что они елейные, говорят, такие резиновые у них улыбки. Там только тронь. Там звериный оскал покажется. Я нахожусь в центре в Москве, в Маловузовске, 5 или 3, 2 там номер. Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Претензии какие? Евангельские. В самом названии никогда не было евангельских христианин. Значит, православный ты или не православный. Но они отделяются этим. Ой, брат, откуда приехали? Тут ко мне все. Но увидели, что я благовестую. И молодежь меня пригласила к себе отдельно. У них там комната где. Сразу старший пришел. Но это хорошо. И он стал вмешиваться. Они его осадили. Ты, брат, пришел слушать, слушай. Вот так Бог делает. Около 7 человек приняли истину. Но дальше они меня стали гнать. Баптисты. Они меня вытолкали. Прям вытолкали из молитвенного дома. А я ничего не сказал. Только что, ну как всегда говорю, нужно святых отцов слушать. Мы стоим около этой. А он гонит меня дальше. Я перешел улицу на другую сторону. И пришли туда и оттуда. Я говорю, это улица стороны. Вам не принадлежит. Вы, братья, далеко взялись. Вот и все. Притом это многим свойственно. Не только там баптистам. А православные-то они еще хлеще будут. Он тебя может и обматерить, и что угодно. У нас было такое. Его записывают. А староста стоит и матюгами кроет. Приехали сюда баптисты. Это мы баптисты. Но он-то православный. Пьет и курит и матерится. Настоящий православный. Его сразу видно. Библию не знает. Ну, стопроцентный православный. Лжет стоит. Вызвали милицию. А экипаж приехал, стоя в стороне, видит, что мы договорились проводить. В доме культуры называется клуб. Ну, а поп поднялся и запечатали. Не пустили. Поп. А он ходит, он исповедуется. И стоит, матюгается, стоит. Я сейчас спрашиваю, а как староста? А нет его. Мы уехали, он помер. Как дуб стоял такой здоровый, крепкий-то. Ты не воюй сильно-то. Когда придешь в другой раз, на поле уже никого нету. Вот я убедился. А что вы об этом говорите? Ну, чтобы знали. Вот у меня суды когда были. Московский комсомолец, такая поганая газета есть. Два с лишним, почти миллиона у них там в продаже. Они в каждом регионе есть. Ну, и статьи такие поганые написали на меня. Я суды подал в суд и выиграл. Ну, а что там, раз толгали. И самого талантливого, Александр Самульцев. Его поставили статьи писать. Наконец-то Лапкина прихлопнули. Вот такой заголовок. Прихлопнули, то есть лагерь закрыли детский. А его и не закрыли. А его вскоре... Морелька прошла, ему я не знаю, там 30 лет сколько было. Нашли мертвый. Мертвым. И сколько прокуратуры разбирались, где, что, в подвале. Как он там оказался. Все это его бумажки все разбросанные. Профессор там против выступал. Буквально на следующий день в подъезде пацанята захватили его, ножами изрезали, особенно резали задницу ему. И мне говорят, что делается в прокуратуре-то? Я говорю, я не трогаю никого. За нас Бог, касающийся вас, касается зеницы ока моего. Вот что надо помнить. И поэтому предоставь Господу, молись о них. Вот в житиях святых, считаем, крестьянин пришел к святому и говорит, лошадь украли, теперь пахать не на чем. Помолись, чтобы лошадь пришла. Он говорит, ты о чем плачешь-то? Говорит, о лошади. Или о себе, или о нем. Ну, чтобы преступник-то, как это, лошадь-то? Он говорит, ты о нем плачешь, его уже нет, он утонул. Оказывается, лошадь его сбросила в воду-то и ногами затоптала и вернулась назад, прибежала. Пока разговаривала, лошадь и прибежала. Это не сказки. Сила молитвы. Если я начну все рассказывать, как на молитву Бог отвечает, какие чудеса творит, ну, мало кто поверит. На это Григорий Низкий, брат родной Василия Великого, говорил так. Люди верят только в то, что могут сами сотворить. Он не может этого сделать, он и не верит. Вот, простые вещи. Никогда, нигде не допускай то, что явно дьявол, а человекоубийца, то есть гнева не допускай, напрасного гнева. И ложь. Он отец лжи. И когда молишься, отче наш, так ты его призываешь-то, а не отца небесного. По сходству тебе и отец такой дан. Нигде, никогда, никак. Если случайно ты где-то ошибся, ну, бывает такое. Меня спросили, а поезд во сколько идет? Я говорю, в 10. Я вчера был на вокзале, там в 10. А ты не пришли, в 10 опоздали. Почему? Они ночью расписание изменили. Но я все равно обманул. Но я не знал, я... Телефона не было. Но вчера я был на вокзале, все узнал. А что ночью они переменят расписание, я никак не знал. Да, я все равно солгал. Ну, в неведении, в этом тоже надо просить прощения. Надо добавлять, сегодня было так. А завтра, не знаю. Вот эти слова, если бы я добавил, то было бы алиби. А так нет. Я рассказываю про одного барина. У него был управляющий, которого хозяйка уважала очень, барыня. А он его не любил. А почему не любил, объяснить даже не мог. А он все ведет хозяйство. И говорит, да сейчас все лгут. А барыня ему говорит, нет, дорогой мой. Не все. Есть люди, которые никогда не лгут. А где такие? Да у тебя управляющий-то. Ты сколько лет его держишь и не знаешь. Он так глазами-то... Да и в самом деле, еще не скажешь, все делает. Ну, сегодня я его подведу. Вышел и говорит, сегодня на охоту едем. Собак выводите. Лошадей запрягайте. А ему говорит, иди скажи барыне, что уехали. Мы через три дня вернемся. Мы там в лесу где, сторожка там ночуем. Мы поехали лис и зайца травить. Как только он скрылся за дверями, он сразу, распрягайте, хлопцы, коней. Никуда. Заходят и, ну что? Барыня говорит, а что? Ну, он сказал тебе, что я уехал-то, а я не уехал. А он говорит, а он не сказал. Не сказал, на конюшью пороть его. Нет, подожди, дорогой мой. Он сказал так. Барин велел сказать, что он уезжает на три дня. И когда я уходил, у него левая нога была в стремени. Левая нога, он в стремени вот уже вставил, а правую не поднял. Он так и сказал. Барин так и ахнул. Как же я его не знал-то? Он ни одного слова не добавил. Вот это надо научиться так жить по правде. По правде. И никогда не стыдиться и говорить, что ты православный христианин. Вера православная. Мир спасает. А эти еретики, как мошкара, появляются, уходят, да? Они знают, что надо каяться. Хорошее дело. Они пропадут слово Божие. К покаянию зовут. Хорошее дело. Ну, дальше там в церковь надо идти, а не в секту. Вот. Мы сейчас будем начитывать. Все пока. Я сейчас отключу вас, наверное, чтобы прервать. Спасибо Христос, Игнатий Тихонович. Потом мы включим. Если кто хочет, останьтесь. До свидания. Пока. Быстренько. Быстренько.